В Адыгее продолжается поэтапная реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках этой программы в РИО министра внутренних дел Александр Евсеев вручил сотрудникам ГИБДД ключи от новых служебных автомобилей. Подробнее в материале Вадима Агаркова. Товарищ полковник, личный состав отдельного батальона дорожно-патрульной службы для торжественного вручения патрульных автомобилей построят. Докладывал командир батальона подполковник Единый. В мероприятии приняли участие начальник республиканского управления ГИБДД полковник полиции Александр Курпас и личный состав госавтоинспекции. В обращении к сотрудникам ГИБДД Александр Евсеев отметил, что технические новшества и современные технологии позволяют сотрудникам полиции эффективно решать задачи по профилактике нарушений на дорогах. Все машины оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями и видеорегистраторами. Главный госавтоинспектор Адыгей призвал подчиненных активно использовать технические новинки для реализации задач, которые ставит перед службой национальный проект. Всего в 2020 году топор госавтоинспекции Адыгей пополнился 30 новыми автомобилями, среди которых 23 иностранного и 7 отечественного производства. Наряду со спецсредствами все машины укомплектованы медицинскими укладками, которые позволяют полицейским оказывать неотложную помощь пострадавшим на месте ДТП. По данным ГИБДД, с начала этого года они использовались 65 раз. По сложившейся доброй традиции, новые машины со включенными проблесковыми маячками парадной колонной прошли возле здания республиканского МВД. И полицейские отправились к местам несения службы. Вадим Огарков, Анатолий Стрелец, Вести, дежурная часть. Следствием полиции Тахтамукайского района завершено расследование уголовного дела о незаконном изготовлении и хранении наркотиков. Обвиняемый в совершении этого преступления 27-летний местный житель. В июне текущего года, получив сведения о причастности мужчины к хранению запрещенных веществ, оперативники полиции Тахтамукайского района совместно с коллегами из соседнего региона задержали его по месту жительства. В частном доме мужчина организовал производство синтетических наркотиков путем синтезирования химических элементов. Для этого он использовал профессиональное оборудование, специальные материалы, реактивы и измерительные приборы. В ходе обыска оперативники взяли 5 свертков с наркотическим средством эфедрон массой более 470 граммов. Такой вес является крупным размером. В отношении мужчины следствием было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 прим. 1 УК России. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Тахтамукайский районный суд. Кроме того, среди предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации прав участие в судебном разбирательстве уголовного дела в судах всех инстанций. В суде потерпевший имеет право выступать в прениях, поддерживать обвинения, знакомиться с протоколами и аудиозаписью судебного заседания, приносить жалобы на действия, бездействия, а также решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, руководителя следственного органа, следователя, прокурора и суда. Потерпевший имеет право знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях, подавать на них возражения, а в случае угроз в свой адрес или в отношении своих близких ходатайствовать о применении мер безопасности. После вынесения приговора потерпевший вправе его обжаловать, равно как и судебное определение и постановление. Возможно заявить ходатайство о получении информации о передвижениях осужденного, к примеру, о времени его освобождения из мест лишения свободы. По гражданскому иску потерпевшего ему обеспечивается возмещение причиненного преступлением имущественного и морального вреда, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя. Во время рассмотрения дел об административных правонарушениях потерпевший приобретает ряд прав. В частности, он вправе знакомиться со всеми материалами своего дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по делу и участвовать в его рассмотрении. Вот таким получился этот выпуск на телеканале «Россия-24». Мы с вами увидимся на следующей неделе, во вторник в 17.50 и 21.20. Следите за новостями на страницах МВД в соцсетях и на видеоканале «Полиция Адыгеи». Напоминаем, при посещении торговых объектов, нахождении в общественном транспорте и местах массового скопления людей, обязательно используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук. Обеспечивайте социальное дистанцирование. Всего доброго и до свидания.